всем привет добро пожаловать на эфир у нас он сегодня начинается вот так вот необычно посмотрите какую картину я закончила рисовать я ее рисовала не сама а по номеркам наверняка вы знаете здесь каждая номерком здесь каждая штучка была с номерком и каждый каждому номеру соответствовала своя краска и вот я заполняла и закончила эту картину и конечно же этой радостью и моим восторгом я делюсь с вами посмотрите какая красота меня слышно у меня прерывалась запись меня слышно я надеюсь всем привет вот так сегодня мы необычно начинаем наш эфир нашу с вами встречу а именно я делюсь с вами моим произведением искусства делюсь с вами картиной которую я закончила рисовать я не настолько талантлива это я не сама нарисовалась эта картина по номеркам и каждому номерку соответствовал свой цвет и мне нужно было просто это всем привет так у меня почему-то пропадает видеосвязь по этому картину я уже показала вам всем привет и именно благодаря тому что я закончила рисовать эту картину она меня вдохновила скажем так на проведение этого эфира на я выбрала себе тему на этот эфир именно благодаря этой картине всем привет так поставила телефон всем привет именно эта картина которая только что показывала кто не успел посмотреть пожалуйста посмотрите начало видео нашего видео эфира всем привет 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 всем привет и эта картина вдохновила меня с вами сегодня поговорить про подарки подарки которые нам подарил хасидизм и есть несколько вещей которые хасидизм привнес в нашу жизнь наверняка очень многие не знают о них поэтому для меня большая честь с вами поделиться этими находками поделиться этими знаниями и первая вещь которую хасидизм ввел это радость радость во время молитвы и вообще пребывать человеку в радости раньше считалось что если ты радостен и молишься например то ты слишком легкомыслен да как ты можешь к владыке к царю царей улыбаться до радоваться тебе нужно плакать бить себя в грудь и и действительно считали это нормальным но хасидизм ввел такое понятие что как нам приятно смотреть как наши дети радостные да когда нашим детям хорошо как нам приятно так и всевышнему приятно смотреть когда нам хорошо более того когда человек находится в радости то он больше хочет всевышнего до благодарить он больше хочет сказать всевышнему спасибо спасибо бабочка спасибо тебе вот поэтому хасидизм привнес радость в нашу жизнь и еще раньше было принято что когда человек молится ему нужно плакать раскаиваться бить в себя грудь понятно что есть молитвы где дать действительно нужно так молиться но в основном всевышний от нас ждет радости благодарности чтобы мы учились радоваться тому что у нас есть что мы учили благодарить всевышнего потому что именно из радости до все эти положительные эмоции именно из радости человек и хочет действовать да когда человек находится в радости он такой вдохновлённый, он хочет творить, да, вот, поэтому это очень-очень важно, находиться в радости, и хасидизм нам действительно подарил такой подарок, дальше, какие ещё подарки нам подарил хасидизм, мы смотрим дальше, это, называется это симхайд и вейтлавуд, это помощь ближним, да, мы сейчас можем увидеть, как очень многие евреи, да, делают посылки просто так друг другу перед праздниками, да, помогают ближним, да, делают какие-то сборы денег тем, кому это необходимо, да, это и привнёс хасидизм, что не нужно думать только о себе, а да, тебе нужно подумать ещё и о том другом человеке, как ему сейчас, каково ему сейчас, дальше, хасидизм, ещё третий подарок нашего хасидизма, который он нам подарил, это распространение секретов Торы, раньше было что-то нереальным учить Тору, вот так как мы с вами по эфирам, по книгам, да, раньше считалось, что учить Тору могут только достойные, и не каждому дано учить вот эти вот секреты Торы, и более того, когда, всем привет, я смотрю, все уже подключаются, более того, когда хасидизм вёл понятие, да, как делиться с секретами Торы, мы должны влиять на других, мы должны проводить уроки, да, мы должны этим всем делиться, то было очень много у него противников, которые были против этого, они оскорбляли этот взгляд, да, они бастовали против этого, были прям очень-очень ярыми противниками, действительно считали, что это неправильно раскрывать для всех тайны Торы, и хасидизм привнёс это и сказал, что нет, Тора должна быть для всех, более того, было пророчество у Бальшимтова, когда он спросил у Машех, он спросил, когда ты придёшь, и он сказал, когда истоки Торы выльются наружу, мы сейчас реально, вот как написали, мы живём в очень интересное время, посмотрите, раньше люди даже мечтать не могли, подпольно учили Тору, за это могли убить, а мы тут с вами в открытую на просторах Фейсбука сидим, разговариваем о Торе, учим слова Торы, да, об этом люди даже не мечтали, насколько время идёт, насколько всё меняется, и, конечно, мы должны быть благодарными за то, что у нас есть. Итак, это был третий подарок, который нам привнёс хасидизм, я ещё раз напомню, нам хасидизм привнёс радость, то, что нужно молиться в радости, пребывать в радости, это то, что нам даёт вдохновение, да, мы когда счастливы, мы говорим, я да, да, спасибо, спасибо, да, вот это то, что Всевышний ждёт от нас, радость, да, благодарность, такая детская наивность, это и радует Всевышнего, помощь ближним. Второе, третье, это раскрытие и распространение секретов Торы, вот как мы, да, сейчас это легко делаем. Четвёртое, это понятие, запомните, ажгаха протит, это божественное присутствие, понимание человеком того, что в мире не происходит вообще ничего без ведома Всевышнего, да, всё, что происходит в этом мире, это всё делается по желанию Всевышнего, да, с его воли, это, ну, если он царь, владыка всей земли, то даже листочек не может пошевельнуться, если так не захочет Всевышний. Дальше, пятое, это любовь к Богу. Хасидизм привнёс, что нужно исполнять заповеди, не только из страха перед наказанием, из желания заработать себе на будущий мир, да, хасидизм привнёс ещё такое понятие, как, а ты сделай это от любви к Всевышнему. «Папа, я так хочу сделать тебе приятно, поэтому я зажгу в шаббат свечи. Папа, я сейчас одену эту кипу, потому что я хочу, чтобы ты радовался, что у тебя есть такой сын». То есть мы исполняем заповеди не потому, что мы хотим награды за них, да, не потому что мы боимся наказания, если мы не будем исполнять заповеди, да, а потому что нужно выполнять заповеди, как «папа, я так хочу сделать тебе приятно». Представьте, как Всевышний радуется, когда мы утром, когда просыпаемся, благодарим Его за то, что Он нам вернул душу. Представьте, как Он радуется, как мы благодарим Его от всего сердца. Представьте, как Он радуется, как мы помогаем ближнему, да. Представьте, как мы это делаем именно от любви и от того, что мы хотим сделать приятное нашему Папе Всевышнему, да. Это очень-очень приятно и очень ценно. Поэтому, если мы будем выполнять какую-то заповедь, можно сюда добавить мысль и сказать Всевышнему, да, подумать «я это делаю, потому что я хочу сделать тебе приятно». И это даже мы уже будем по-другому относиться к выполнению этой заповеди, правда? Это был пятый подарок, который нам подарил хасидизм. Идём дальше. Следующий, шестой подарок – это любовь к ближнему. А в ад Исраэль, да, не делай своему ближнему того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе всё очень просто. Ты не хочешь, чтобы от тебя плохо говорили? Не говори плохо о других. Ты не хочешь, чтобы тебя стукнули по лбу? Не бей по лбу других. Ты не хочешь, чтобы тебя обманывали? Не обманывай сам. То есть здесь всё начинается от нас. Если ты не хочешь, чтобы тебе так сделали, следи, пожалуйста, за собой. Не делай так тоже ты. Да, и это уже шестой подарок, который нам подарил хасидизм. Дальше седьмое, очень-очень интересное – это искры святости. У нас с вами есть возможность из всего материального доставать искры святости. Как это делать? Например, у нас с вами есть яблоко. Как нам достать от него искры святости? Очень-очень легко. Мы говорим благословение. Благословен ты, Всевышний Великий Царь, который создал плод дерева. И кушаем. И вот это вот благословение на это яблоко мы достали из этого яблока искру святости. Так легко, да, и это касается еды и всех материальных вещей, которые мы можем превратить в духовное. Да, идём дальше. Восьмое – это работа с материальностью. Да, у меня телефон не Nokia маленький, да, у меня телефон не черно-белый. У меня айфон. Для чего? Я в нём провожу эфиры, читаю Таилим, читаю иногда благословения после еды, стараюсь распространять Тору, да. То есть я свой телефон использую тоже для святости. То есть я работаю с материальностью. Я не говорю, о боже, в этом телефоне, в этом интернете столько гадостей, я не буду ним пользоваться. Нет, хасидизм нам говорит, нет, ты иди, ты возьми эту вещь и преврати её в святость, да. Именно поэтому у меня айфон, я пользуюсь этим. И девятое – это хасидские рассказы. Конечно, мы все знаем, что это такое хасидские рассказы. Это то, что поддерживает, да, поднимает настроение, вдохновляет всех, да. Это то, что идёт из поколения в поколение. Ну, что рассказать? Ну, давай хасидский рассказ, да, это то, что греет душу. И наш с вами эфир, конечно же, раз уж мы остановились на девятом последнем подарке, я хочу закончить хасидским рассказом, с вашего позволения. Итак, однажды один еврей узнал, что в храме, к Всевышнему в храм вносили, да, 12 хлебов свежих. И он, когда об этом узнал, вот у него в голове засела мысль, я хочу приносить хлебы Всевышнему. Он прибежал домой, жена, жена, ты такая, да, дорогой, мы с тобой сейчас будем делать подарок Всевышнему. Какие подарки, да. Будешь печь хлебы, когда ты будешь печь халы на шаббат, пеки ещё и лишние, я буду относить тоже Всевышнему их. Да, как это работает, расскажи. Ну, он ей рассказал, что, оказывается, во времена храма приносили хлебы в этом храм и ставили, да, их. Вот. И, значит, мы же хотим сделать Всевышнему приятное. Давай тоже будем печь халы. Я буду нести их в синагогу и прятать в этот арон-койдеш, в шкаф, где хранятся свитки Торы. Жена, вау, ты гений, конечно, я тебя поддерживаю, давай. В общем, замесила тесто, отделила халу, да, сказала благословение и понёс, значит, наш, скажем так, Мойше в синагогу эти халы. Открыла арон-койдеш, поставила туда эти свежие халы. Представьте запах только-только испечённой халы. И, значит, поставил он туда и, довольный, прибегает к жене. Ну что, поставил? Да, поставил, сделал приятное Всевышнему. И, значит, приходит на следующий день, открывает он этот арон-койдеш, шкаф для свиток Торы смотрит, а там нет хал. И он думает, аааа, Всевышний принял наши подарки, он взял наши халы, ааа, не может быть. Он побежал к жене, такой радостный, всё, мы будем каждый шаббат печь халы для Всевышнего, вау, он их принял. И, действительно, у них уже появилась традиция в этой семье, они каждый шаббат, жена пекла халы, которые пахли для всех соседей. И её муж Мойша, наш Мойша, брал эти халы в синагогу, прятал в арон-койдеш, значит, и всё было прекрасно. И так прошло уже месяца два-три, уже приличное время, да, приличном времени, да. И, значит, один раз, когда Мойша пришёл с халами в синагогу, открыл он арон-койдеш. Только хочет ставить туда халы, как заходит главный раввин этой синагоги в синагогу. И, значит, говорит, Мойша, шо ты делаешь? Он говорит, как что? Я дарю подарки Всевышнему, не мешайте мне. Он говорит, в смысле? Ты зачем халы ставишь в святое место, там, где лежат свитки Торы? Зачем ты это делаешь? Вы ничего не понимаете? Всевышний принимает наши халы с женой. Этот раввин говорит, какие халы с женой? Не-не-не, давай доставай их оттуда. И, в общем, забрал эти халы, не разрешил их поставить. Окей, Мойша расстроенный, пришёл к жене, принёс эти халы обратно. Не могут понять вообще, почему раввин так поступил. Раввин, наверное, завидует, тоже так хочет. А этим временем раввин остался в синагоге понять, куда девались халы, да. И он смотрит, как охранник этой синагоги. Идёт, открывает арон-койдеш, этот шкаф. Смотрит, и там нет хал. И он такой, Всевышний, а чем я буду кормить свою семью? А где же эти халы прекрасные, которые пахли на всю синагогу? Оказалось, что в первую ночь, когда только-только Мойша поставил туда халы, охраннику они настолько пахли, что он заметил, что там халы. И он думал, что они никому не нужны, и забрал их себе. И так действительно перед каждой субботой туда, там появлялись новые халы. И это было как ответом, это было как ответом для него на просьбу, да, накормить его семью. И вот так он получал эти халы. И теперь он не получал эти халы. И раввин, конечно же, сказал, ай, что я наделал? Эти халы были приятны для Всевышнего, ещё лучше, чем халы в храме, да. Что иногда, когда еврей, не зная полностью заповедь, да, делает это с чистым сердцем, да, так Мойша это наивно делал. Он приносил халы для Всевышнего, а жена его делала перед каждым шабатом, да. И вот так наивно он исполнял заповедь, и эти халы, сказано, они были приятны для Всевышнего, как будто эти были халы в храме. Вот, поэтому, если мы каждую заповедь будем выполнять с энтузиазмом, да, с таким вот желанием сделать приятно Всевышнему, да, с старанием, да, мы будем изучать, как именно выполнять эту заповедь. Но любое наше старание, это уже, как бы, как говорится, по нашим силам, всё, что мы можем, это уже очень-очень хорошо. Вот, вот такие вот подарочки, да, мы получили от хасидизма. Это радость, помощь ближним, распространение секретов Торы, божественное присутствие, любовь к Богу, любовь к ближнему, искры святости, работа с материальностью и хасидские рассказы. Вот такие замечательные подарки. А вы пользуетесь этими подарками? Вот, поэтому спасибо всем большое за эфир. Я очень-очень рада быть вместе с вами здесь, проводить эфир. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо вам огромное-огромное за поддержку каждому. Это невероятно приятно. Спасибо Вайкра за платформу, да, за то, что мы здесь можем все встречаться и распространять знания Торы, да, ускорять приход Машеха. Спасибо каждому из вас. Большое-большое желаю всем здоровья, берегите себя, хорошего настроения, и пусть Всевышний нас всех благословляет. Вот. Всем хорошего вечера. Пока-пока.